Зеленый газон, болельщики с барабаном и символика общественных организаций. Вот так патриотично и по-спортивному. БРСМ и Белая Русь решили отметить минувший день независимости. Две организации, две общественные организации. Всегда хочется определить, а кто же сильнее в спорте. Поскольку они состязаются и на туристических слетах, и по волейболу, и по футболу. Это один из видов спорта, где решили выяснить отношения две команды. Футбольные турниры на предприятии стали уже традицией. На мини-стадионе соревнования такого рода проводятся на протяжении 30 лет. Но в суперкубке встречаются самые сильные футболисты завода. Поэтому страсти накляны до предела. Станочники, слесари, мастера и инженеры. Сменили рабочую форму на спортивную, покинули производственные помещения и вышли на поле. Александр Кулинченко, лидер команды Белой Руси, начальник сборочно-окрасочного цеха. Признается, пришлось даже отпроситься с планерки. Но спорт работе ничуть не мешает, а даже наоборот. Среди нас очень такие, скажем, уже возрастные игроки. То есть и 40 лет, и 37, всем за 30 уже есть молодежь. Пребываем в любовь к спорту. Многие вот молодежь приходят, они только кроме компьютера ничего не видят. Поэтому на собственном примере показываем, чему нужно стремиться и как. И в работе, и в спорте. В команде соперников сборная БРСМ. Кстати, это организация «Громаша» признана лучшей в городе. К слову, совсем недавно ребята вернулись с конкурса пожарных дружин, где из 23 команд Могилевской области заняли второе место. Это здоровый образ жизни. Это отличная разрядка. Здесь нет одного человека, здесь команда. Здесь каждый должен либо доиграть, либо помочь другому. Час напряженной борьбы на поле. Результат на табло. Со счетом 3-2 победила команда Белорусского республиканского союза молодежи. Поздравляем победителей. Победила молодость. Елена Кутузова, Дмитрий Шевцов. Бобрусь, 360.